здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад вчера было видео прямом эфире стрим мой хорошо очень поработали в принципе я довольна вопросов много старалась отвечать и один из таких вопросов повторяющихся не только в стриме но и ваших комментариях и ваших письмах сейчас идет вопрос о грунтах о грунте которым я использую я конечно же делала видео как я готовлю грунт для своих растишек ну как я делала грунт уже для набивки кашпо я их набиваю с осени все вам рассказывал очень подробно показывала и занимался этим делом наверное больше недели достаточно трудным делом и вопрос почему я так делаю уже неоднократно а почему не покупаю в магазинах готовый грунт тем более есть всяких грунтов очень хороших прекрасных и так далее я делаю так в по нескольким причинам ну первое хотите или не хотите из экономии средств у меня очень много кашпо где-то ну больше ста наверно плюс еще это только я сажаю плюс еще уже есть кашпо тоже столько же наверно ну и может чуть меньше с готовыми растениями которые состояние покоя сейчас спят это фуксии бегонии крупнолистной гортензии вот а их когда я поднимаю весной я им тоже заменяю часть грунта поэтому для этого тоже нужен грунт для посева семян для распикировки перевалки вот все всего того что стоит на полках скоро придется делать грунта мне очень надо много если я буду покупать в мешках пусть даже ну или кипы там по 100 литров вот тут можно разориться я покупаю машину торфа целую машину покупаю машину навоза мне это хватает на два года ну плюс земля с огорода и делаю свой грунт вот говорю кому интересно как я это делаю почему и зачем есть подробное видео все равно вчера все спрашивали очень много комментариев второй вопрос почему я так делаю мне легче сделать то что я знаю из чего я скомпоновала землю и делаю разный состав грунта для вот уже перевалки растений на в кашпо на пмж или для посева семян или для черенкования немножко тоже разный грунт а вот если грубо посмотреть для каких растений то для фуксий для питуней я делаю ну для пиларгоний грунт одинаковая говорила что для бегоний дело немножко другой грунт почему хочу сделать сама еще экспериментирую с бегоний этот грунт которая готовила он для бегоний негоден и я уже на этом убедилась вот кстати сегодня видео ведут два блогера я и ирина кормилицына почему ирина скажу чуть позже включу ее ролик и вот не знаю эти составы грунта раньше был терабита отличный теперь многие пишут что плохое я сталкивалась что плохой так что вот по этим причинам делаю свой грунт хотя бы знаю из чего он состоит до многие пишут своем грунте очень много разводится грибковых заболеваний так далее тому подобное я грунт никак не дезинфицирую но я имею в нет горячем виде не дезинфицирую в духу в духовках не пропариваю микроволновках не пропариваю я вчера в стриме говорила за две недели для до высадки но вот когда сажаю уже рассаду или когда малышек поливаю фитоспорином чтобы там развивались микробы но это надо делать черном пакете и держать это все в тепле вот сейчас даже это не делаю вообще ничем не поливаю вот свой грунт и ничем не поливаю сейчас камеру наклоню покажу и еще был вопрос на который очень много вернее комментарии с одним и тем же вопросом расскажите про грунт агробалт потому что я показывала его и сказал что с ним нет подружилась в прошлом году результат у меня был ноль просто ноль и в этом году все равно купила потому что надо учиться дружить с агробалтом другой грунт классман по-моему немецкий дорогие друзья могу ошибаться научим иностранного производства очень дорогой и к нам его тут привести еще надо огромные деньги потратить на привоз получается тоже очень дорого но агул грунт агробалт ну наподобие классмана купила в албересе со скидкой сейчас вот шла скидка я думаю но многие скажи что тоже купили по моей такой наводки почему с ним не подружилась прошлом году потому что как мне уже потом сказали делала неправильно сейчас показываю вам грунты опущу камеру и рассказываю подробно вот посмотрите мой грунт он все-таки на основа его это не торф основа его это земля и еще песочек такая у меня земля песчаная вот это то что я готовила то есть здесь в равных пропорциях земля с огорода земля чаще беру из парника где огурцы потому что очень питательная такая хорошая земля ведро перегноя или перепревшего навоза который вот вообще перепрел весь но у меня в этом году перегной и ведро торфа то есть видите да то все таки перегной земля это основа плюс торф ну и здесь вот добавлен перлит и вермикулит ну просто чуть-чуть было того чуть-чуть того вот вот она тоже пушистая легкая но видно что это основа земля вот такой у меня грунт который я сейчас я его не просеивала он такой структурированный тут и могут и палочки и попасться и вот такие вот ну какие-то крупные фракции земли я такую такую грунт пересеиваю только для посева семян для там черенкование перевалки ничего не сею вот он достаточно такой у меня крупный это мой грунт и с ним я работаю теперь смотрите кокосовый субстрат вот в таких брикетах но многие знают кокосовый субстрат я его могу подмешать свой грунт чисто в кокосовый субстрат ничего не черенкую ничего не сажаю ну потому что это вообще пустой грунт здесь вообще нет никакого питания ну и как говорят нет грибковых заболеваний взяла часть кокоса прямо топором рубанул то что его невозможно джи как вот знаете кусками оторвать взяла вот намочила его кипятком крутым и вот до такого состояния смотрите комок я сжимаю вот вот все он меня готов для чего я его сделала хочу в этот кокосовый субстрат посадить микрозелень следующую партию потому что мы уже много чего подъели и чуть-чуть вам попозже может покажу в этом видео может в следующем то есть и подмешивать буду в свою свою почву вот так выглядит кокосовый субстрат вот так выглядит агробалт вот посмотрите у него цвета есть разница с моим грунтом многие писали что он затклый тухлый вид там кто-то открывал пачку ну сегодня нюхаю знаете чем пахнет пахнет вот как кто ходит на болото вот пахнет вот мухом с фагном перепревшим таким вот болотным запахом нету тухлого нету открыла мешок значит нету никакой плесени ничего нету вот он такой вот посмотрите такое ощущение что знаете перепревший мух с фагном нарезан мелко-мелко вот он он даже с торфом ну отличается даже от торфа как я делал в прошлом году почему имела ошибку как делала вот брала мисочку любую насыпала этого говорили что прекрасно для питуней я не покупала выпросила у татьяны в прошлом году вот татьяна мне дала и я вот думаю питунь ком так хорошо будет сходить вот так сделала да все примяла сверху полила и посеяла питунки ну как обычно я делаю там рядочки посеяла питунки все сходов было ноль то что взошло пропало потому что сказали что понимаете почему с ним трудно подружиться трудно понять когда он напитался влагой а когда когда нужно поливать когда не нужно он очень легкая структура то есть он вроде как и быстро пересыхает и в то же время долго хранить влагу вот как эту систему понять надо просто это на своем опыте тут даже не расскажешь то есть как нужно взяли грунт ну просто правда вот какая-то труха я бы сказал и намочили у меня вода здесь вообще даже хорошенько такая из-под аквариума мыло вот намочили предварительно грунт и вот хорошо его перемешали как как кашу ну вот как субстрат почему показывала вам кокос перемешали и вот как здесь понять как любой другой грунт так то есть комок лепится комок и немножко смотрите немножко течет влага держит форму ну кидаем он разваливается вот тут даже немножко я может и многовато вот сейчас всю партию добавлю вот таким образом нужно сначала подготовить грунт конечно он сразу такой тяжелее становится и потом вот этот уже такой вот намоченный грунт можно набивать стаканчики они как мы сухой разложен во всяком случае я думаю может вы так правильно все и делали может одна я так все неправильно делала вот смотрите он какой получился уже не труха уже такой вот грунт грунт вот я с видите капелька одна упала ну кину и он весь развалился вот комок видите не держит кому но когда сжимаю держит вот и в теперь в этот субстрат ну можно также накладывать мисочку уже готовый такой сырой ну и что-то сажать вот в этом ошибка а теперь как правильно поливать вот буду сама учиться опять таки друзья мои он и по весу легковат как я всегда надо полить проверяйте вот сейчас вот он сырой а мисочка очень легкая если я свою землю положу то я сразу пойму ага здесь влаги много и вот как-то надо научиться правильно поливать вчера была фотография мне присылала моя подписчица посмотрите пропадают черенки сразу определил я вот взглянула и посмотрела и сказала какой грунт но я-то прям догадалась она пишет да агробалт и у нее знаете вот смотрите он какой уже стал смотрите фракция вот такой рыжий ну тут совсем серый а намачиваешь он темнеет а у нее он еще темнее то есть очень хорошо переувлажнен грунт нельзя сильно его переувлажнять и вот чтобы подружиться я не буду сначала все только в него буду его мешать со своим грунтом вот возьму свой и сюда положу свой для того чтобы мне все-таки понять структуру ну как сделаю например две части агробалта и одну часть вот своего моем то тоже уже торт есть да похудела не держится фартук смеюсь я шучу вот так сделаю со своим грунтом и вот в этот попробую сажать вот почему важно подружиться и потом смотрите тут все время первое время нужен будет глаз да глаз потому что пересыхает быстро но если у меня здесь конечно более-менее прохладно и вообще ну не пересыхают растения редко а вот квартира жарковато он может быстро пересыхать поэтому четко надо понять как понять если это уже взрослые такие ну растений там череночки хотя бы посмотреть и ждать до увядания листьев как я говорю ну любой череночек там допустим вы посадили какая павла красивая посадили видите что ага листики начинают увядать все значит нужен полив и вы потрогайте посмотрите совсем но я знаю что он будет совсем наилегчайший вот если листья не увядают растения еще крепко терпим терпим и не льем много вот здесь вот очень важно как говорят многие такие профессионалы подружиться надо и не с первого раза ну вот намешала вот это мне уже нравится больше тоже комок смотрите комок держится воды то нету ну кому где же мой такой послушай разваливается быстро да ну вот это мне будет нравится больше вот в это буду черенковать пробовать и смотреть то есть я уже изначально купив этот грунт знала что в один агробал сажать ничего не буду хотя производитель говорит что в агробалте питание растением хватит на три-четыре месяца вот честно говорю очень то в это как-то верится мне с трудом потому что все равно это основа торф такой вот он видно что сфагнумы верховой такой ну может конечно раскисленный но не знаю вот прям и пахнет таким болотцем что тут на три-четыре месяца хватило еды да не хватит конечно же поэтому имейте ввиду может быть даже когда замачивать замочить его с какими-нибудь удобрениями то есть какой вкусняшкой воду положить чтобы он набрал уже вкусности но это не для черенков это когда мы перевалкой занимаемся вот тогда черенковать может быть и можно в него потому что ну когда мы черенкуем растения не нужно сильно много питания нам важно чтобы корни быстрее схватились а легкий субстрат конечно они пойдут быстрее вот я сейчас сделаю опыт поставлю что конечно наверно будет все одинаково но попробую поставлю чисто несколько черенков вот в этот грунт чисто агробалт и поставлю несколько черенков таких таких же растений вот в мою смесь агробалт и землей и поставлю несколько черенков прямо в кокосовый субстрат как многие делают вот этим сейчас и займусь а пока я это делаю подключаю и ну кормили цену с рассказом о почвенных так вот так сделаю от почвенных брикетах таких торфа брикетах я сделаю заказ обязательно примерно к новому году ну сейчас просто определяемся с девочками все вместе и посмотрю как будут работать эти брикеты она вам рассказывает расскажет лучше я еще не пользовалась я всегда говорю когда появляется что-то новое это классно значит еще не успели подделать не успели изуродовать и успели что-то там предпринять новое это всегда работает вообще не обязательно в садоводстве а везде вот только сейчас такая новинка эти брикеты я обязательно закажу себе для определенного для определенных цветов тем более это получается много грунта и если опять же его в подмес добавлять то думаю все будет хорошо поэтому включаю ролик с ириной приветствую всех зрителей на канале у светлана ладисан и сегодня я хочу вас познакомить с прессованными почвы брикетами или грунтами от компании биомастер что такое почва брикет это прессованной прессованная почва из природного сырья с оптимальной влагоемкой и воздухопроницаемой структурой для успешного выращивания большинства видов растений которые обеспечивают равномерный рост и здоровье ваших растений перед вами я показала брикет шикарная роза также вы можете видеть брикет дивные петуни еще есть брикеты называются крепкая рассада универсальный томатный перец и комнатные цветы комнатные цветы этот брикет вот в таком виде данные почвы брикеты очень просты в использовании достаточно добавить воды температура воды должна быть 50 60 градусов и эти брикеты у вас разбухают и получается готовый грунт готовый к применению я уже попробовала эти грунты могу сказать что не летает никакие ушки в нем не разводятся не очень действительно чистые грунты потому что они все обработаны термически то есть при высокой температуре поэтому все грибки и если были какие-то грибные комарики то они естественно в этих грунтах их нет потому что все обработано термически о чем говорится на упаковках что все грунты прошли термическую обработку хочу обратить ваше внимание на то что у многих может возникнуть вопрос можно ли выращивать какие-то либо цветы если вы их посадили в кашпо на постоянное место хочу сказать так что все эти грунты они имеют очень легкую структуру потому что основа это торф и соответственно если вы посадите свои растения в кашпо или какие-то в озоны нужно будет все-таки подмешать к этим грунтам легким торфяным либо хороший такой перегной или добавить огородной земли если вы этого не сделаете и растение вы высадите на постоянное место соответственно у вас будет очень сильно пересыхать земляной ком что очень негативно скажется на корневой системе растений и в дальнейшем у вас растение будет плохо развиваться из-за того что будет постоянно ваше растение недополучать влагу поэтому все таки вот эти почвобрикеты или грунты я бы рекомендовала использовать на стадии посева семян то есть в них очень хорошо сеять семена очень высокая схожесть получается и выращивать рассаду то есть эту рассаду в эти грунта можно выращивать до того момента пока вы не посадите свои растения на постоянное место вот эти грунты в этом случае для посева семян и для выращивания рассады я думаю что подойдут идеально тем более что производитель нам предлагает большую линейку вы можете для себя подобрать как и для черенкования роз так и для овощной рассады там от перец есть крепкая рассада для питуней но в принципе по составу они все примерно одинаковые просто в некоторых этих брикетах есть разное соотношение верхового и переходного торфа и добавлен вермопулит для тех кто не знает что такое переходный торф это прослойка между низином и верховым торфом как правило переходный торф это есть сфагнумный торф который постепенно разлагается в течение нескольких лет и снимают эту прослойку и добавляют сфагнумный торф либо верховой либо в низины и таким способом получается при замешивании грунта вот такие брикеты или грунты очень легкие воздуха и влагопроницаемыми но в них добавлены еще немножко вермикулита что тоже очень хорошо то есть при добавлении вермикулита как мы все знаем растение вермикулит удерживает влагу а поскольку эти грунты торфяные конечно здесь вермикулит необходим он хотя бы будет удерживать влагу и тем самым ваше растение рассада не так сильно будет пересыхать вот это вот очень хороший момент добавление вермикулита в эти грунты но он уже здесь есть и поэтому я думаю что дополнительно уже подмешивать ничего не нужно вот поэтому для рассады и посева семян эти грунты все идеально подходят и еще у производители есть грунта называется чудный лимон тоже для тех кто выращивает цитрусовые я думаю что это будет находка потому что для цитрусовых вообще не очень много существует грунтов либо они очень тяжелые а в этих грунтах конечно все укореняется гораздо быстрее и семена на моем опыте я посмотрела прорастают значительно быстрее даже там где как бы я и не думала что они настолько быстро прорастают поэтому дорогие зрители прошу вас обратить внимание на вот такую новиночку и при желании конечно вы можете это все попробовать и я думаю что результат вас приятно удивит и не заставит себя ждать ну вот дорогие друзья я думаю вы посмотрели сами определитесь надо вам не надо ну мне например надо очень я еще видела у других блогеров работу с этими торфабрикетами ну или как там почвабрикетами видела как они это делают и вообще уже сам процесс весь но во всяком случае мне понравилось ну а я продолжаю черенковать мне многие спрашивают как это все это очень легко и просто калибрашки ну такие они немножечко нытики как я называю вот смотрите какие тут можно взять прямо уже три черенка с одного растения и она еще отрастет срезаем верхнюю такую хорошенькую вот макушечку обрываю нижние листочки ну и получился вот еще эти два оборву получился вот такой хорошенький череночек и так вот сделаю все вот смотрите друзья мои с одного растения я взяла три черенка еще не посадила видите в три разных грунта из другого растения я взяла три черенка в три разных грунта вот подписала все ну и как черенковым палочка да это уже сто раз пользуюсь корневином вставляем прижимаем в поливать вот например кто это агробат вот прямо пальцами чувствую не надо ничего все здесь наверное кокос тоже мокрый поливать не буду чувствуется пальцами что очень сыро поливать ничего не буду вот видите кокос плохо конечно пишу не очень аккуратно но плохо рвется вот мой грунт более сухой хоть я сюда и добавила ну как сказать добавила сюда агро перлит вот я чуть-чуть полью мой грунт капельку и стараюсь полить вот смотрите не под корень а по стеночке вот три череночка поставил теперь эти три агробалт тоже сырой достаточно ничего он так действительно очень легкий но уплотнить все равно надо вот ничего поливать не буду мой плюс агробалт мой плюс агробалт руками чувствую что маловато и вот по стеночке два в два места сколько пол чайной ложки да и кокос кокос достаточно сырой тоже поливать не буду все поставила череночки надо число сегодняшнее написать вот все тоже поливать не буду вот новых 6 череночков потом будем с вами наблюдать как они будут расти точно так же я уж показывать этот процесс не буду вот в разные стаканчики вот агробалт вот мой плюс агробалт в кокос сажать не буду я сейчас посажу семена огурчиков два огурчика выберу как раз агробалт ему с агробалтом и также томатики потом по прошествии какого-то времени я конечно же сделаю обзор и покажу вам как это все работает ну а сейчас еще в игроков просто в кокос насыпала горох посмотрите для того чтобы были проростки гороха кушать микрозелень тоже вам покажу остальное микрозелень часть мы уже скушали прекрасно с борисов чем лук уже во всю едим об этом тоже в каком-нибудь обзоре пишите что вам еще не понятно ну а с агробалтом буду учиться дружить вот так вот так сначала на мать намочим все хорошо перетираем прям руками ну и затем попробую я сейчас черенковать буду много поэтому это вот только сейчас эксперимент это целую кассету на черенку в этот половинку не целую целую не буду вдруг что-то не приживется жалко черенков потому что пока опять растение вот после такой стрижки она уже должно отрасти когда тут она отрастет и мне новый даст ну жалко если это все выкинется так что вот такая друзья мои у меня будет дружба я думаю что дружба с агробалтом но надо подружиться потому что все хвалят а хвалят значит надо пользоваться ну а мой тоже хорош ну о том что он хорош я вам показывал только сейчас сколько я уже начеренковала выпад в этом году ну наименьший вон как все растет вот такая красота посмотрите это я вам всегда какой-нибудь цветочек показываю видите это которая сестренка я вам тут видео делала такая пиларгония сестренка ну правда чудесно многие назвали яблоневым цветом согласна со всеми действительно похожи очень на яблоневый цвет еще бы пах и было бы замечательно вам желаю всем всего самого доброго подписывайтесь на мой канал ну надо же посмотреть на эксперименты я обожаю все это дело что связано с экспериментами даже если результат будет от отрицательный это тоже результат если будет отрицательный больше не буду брать агробалт вот так и сказала все агробалт уже будет хуже ну и самое главное будьте здоровы не болейте